Поддержку и простую человеческую помощь в эти дни могут получить сочинцы, возраст которых превышает 65 лет. Рассказать о том, что необходимо, можно на горячей линии сайта «Мы вместе». Заявка будет перенаправлена волонтерам, которые свяжутся с пенсионером и уточнят все детали. Мы прекрасно понимаем ту ответственность, которая сегодня в наших плечах. И мы можем сегодня оказать хотя бы помощь нашим старшим, нашим дедам, нашим родителям, которые нас вырастили. Мы можем оказать помощь хотя бы по покупке лекарств, по покупке продуктов питания, первой необходимости и так далее. Волонтеры, студенты Сочинского медицинского колледжа доставляют товары прямо к порогу квартиры. Как того требует ситуация, перед контактом они обязаны надеть маски и перчатки, а также продезинфицировать руки. Это мы? Да. Мы все приобрели по вашей заявочке. Сегодня в списке по этому адресу хлеб, масло, сок, корм для кота. Чеки прилагаются. Важно и общение, пусть это всего пара фраз. В условиях эпидемиологической ситуации простое прощание приобретает иной смысл. Здоровья вам крепкого. И дай бог вам. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго. До свидания. Простите. Сами волонтеры отмечают, что все пожилые люди провожают их с огромной благодарностью. Их теплые слова только укрепляют силы студентов. Люди очень позитивно реагируют на наши приходы, благодарят очень хорошо. Некоторые даже удивленные, что столько много людей, желающих помочь. И честно, это очень радует. И это еще больше дает мотивацию помогать людям ходить, общаться с пожилыми людьми и просто делать добро. Тем, кому необходима помощь волонтеров-медиков, надо обратиться на горячую линию сайта «Мы вместе». Номер телефона вы видите на своих экранах. Пока в сочинский штаб акции ежедневно поступает чуть меньше пяти заявок. Однако не все заявители правильно понимают суть акции. Поэтому часть просьб отклоняется. Некоторые заявки приходится отклонить. Например, выписать льготный рецепт. Мы никакого отношения не имеем к выписыванию рецепта. Дальше некоторые родственники оформляют заявки своим родственникам, не согласовав с ними. Допустим, вчера у нас был случай, нам пришлось отклонить заявку, потому что дочка не согласовала со своей мамой, а у нее уже продукты были закуплены на две недели. Напомню, что человек пенсионного возраста может попросить волонтеров купить продукты или лекарства, а также оплатить услуги ЖКХ. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.